Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Зовчик, и мы продолжаем Хартвек Апокалипсис. Ну, вернее, я уже пытался продолжить, но вышел такой косяк, что система, которая помогает вылезти, если ты застрял в... Короче, где-то в сексурах застрял, она тебя перемещает где-нибудь поблизости, где ты сможешь нормально стоять. Но вышло так, что меня переместило в запретную зону, в которую невозможно попасть, и, естественно, из нее невозможно и выехать. Поэтому мне пришлось перезапустить сохранение и заново продолжить. Так, ну, в принципе, у нас задание... Смерть бандитов! У нас по заданию найти артефакты для Оракула. Артефакты находятся на разрушенном заводе. Мы туда, на моей машине, проехать просто не сможем. Помню, когда первый раз играл, у меня с этим возникла очень большая проблема. Ну, а проблема возникла в том, что... Слишком узкий проезд. Мой грузовик тут не проедет, а пешком ходить слишком опасно. Ну... Вот именно. На своей машине туда проехать невозможно. Я, когда первый раз играл в эту игру, первый раз проходил... Я, пытаясь проехать туда, из-за вот этой вот фразы, что невозможно проехать на моей машине... И я продал БелАЗ и купил себе венчер. Вот это. То ли вен, то ли молоководскую. Короче, что-то из первых двух машин. И пытался на ней туда проехать, и... Как вы можете предположить, меня туда опять не пустили. Что было максимально обидно, учитывая, что я продал машину. Оказывается, прикол вот в чем. Спасибо тому, кто забыл здесь эту тачку. Думаю. Здесь просто уже есть маленькая машина. Ну, не знаю, как она здесь, зачем она здесь... Телепотировался. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И надо на вот этой вот малявке туда ехать. Главное сейчас в очередной раз не застрять. Давай, на всякий случай, сохранимся, чтобы не пришлось заново ехать. Так. Но, к сожалению, эта машина очень сильно кидает. Даже просто от поворота ее может развернуть. Начинаешь немножечко подворачивать, машину разворачивает. А когда наезжаешь на неровность, то машину просто... Кидает из места на место. Вот так вот. Так. Здесь у нас где-то будет заезд. Вот она, заезд. Сейчас туда заезжаем. Я, в принципе, помню примерно, где расположены артефакты. И так что поеду сразу по известным мне местам. Хотя вот сейчас как по этому туннелю ехать, я не знаю. Там надо два артефакта. Чтобы оракул мог разгадать... Ну, вернее, прочитать зашифрованное на... Это... На диске. Так, что у нас здесь... Да. Нужно найти два артефакта. Они, в принципе... Если знать, где они находятся, то это много времени не занимает. Ну, первый раз я очень много здесь ездил. Очень долго их искал. Но... Пожалуй, пожалуй, пожалуй... 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 Сейчас с этим проблем не должно возникнуть. Да, ё-моё. Эта машина, если... Даже малость подпрыгивает... То её разворачивает. Так, подожди. Как-то фигня. Кажется, вот за этим зданием должна быть упавшая труба. Кирпичная. За ней он должен быть спрятан. О, вот труба, труба, труба. Кажется, здесь должен быть артефакт. А, вот, вот он. Понятно, что непонятно, зачем какой-то 3D принтер. Похоже, это одна из тех вещей, про которые говорила РАК. Есть контакт! Остап! Так, всё. Здесь, на этой всей территории, хоть она и огромная, заканчивается артефакт. Не надо лазить очень долго. Очень долго и нужно искать. Второй артефакт у нас находится уже по вот этому пути. Так, что ж ты с жопу так закидывает, да? Вообще-то, рисовка никакая. Ах ты ж, блин. Хозяин, средя, поймём, машина разбита. Так, второй, второй артефакт. Где-то за вот этим, или вот этим ангаром. Где-то там должен быть. Или нежным. Где-то здесь, случайно. Да. Где-то там. Вот, смотри, что-то там. Вот, конечно, и здесь. Как-то, как-то, как-то. Я уж не знаю, на чем сложнее ездить, на Беллазе неповоротливом или на этой слишком поворотливой машине. Опа, вот у нас второй. Какая-то миниатюра. Что это близко? Тип. Так, все, это был второй, теперь мы можем возвращаться к кораблу, чтобы он расшифровал записи на диск. О, ёптя. Давай залазь. Ох ты ж блин, с трамплином что ли. Проходимость никакой. Это звук какого-то электромашинки. Осторожно. Так, вот он трамплин на выезд. Ну, почти целая. Мне вот интересно было бы все-таки попробовать на этой машинке уехать куда-нибудь далеко. Не пересаживаться на свою машину, а на вот эту вот уехать. Это я, конечно, долго бы я там не прожил, наверное. Хотя, с другой стороны, у этой малышки 1000 хп. На секундочку, так. Так. А давай я на всякий случай сохранюсь. Потом, если будет желание, попробую туда уехать на ней. И вторая, как стоит. Сardeş-ка. Дышим как? Надеюсь, ты встаёшься или на партиру сегодня? Как я белаз. К-к-к-к. Хе-кхе. Ладно. Эт нормально. Так, чё-то так дискатал. Ох ты. Так. Сейчас тогда возвращаемся к кораку. Ох ты что, ох ты что, ребята, ну чё, чё, ребят? Отключаюсь. Нифига себе бутылку. Плохо алкаши. Может у них вот эта проблема с топливом, а не на спирте ездить. Всё-таки очень плохо, что именно рядом с Оракулом нету города, в котором можно было подчиниться. Может правильно будет? Нет, конечно нет. Разворачиваем, правильно? А нет, всё, блядь. Эту метку убрать, она меня бесит. Метку убрать. Включаем. Включаем. Всё, правильно ехал. Сам себя сбил. Четыре. Метку убрать, охотно её. Включаем. Включаем. История. 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 Так. Здесь у нас есть. Отключаем. О! Долгие грядцы. Привет! А вы развлекались без меня? Можно я вас возьму? Что у вас тут? Путылок и табак. Ну естественно возьмем табак. Табак по ценнее, даже чем эта пушка. Давай тогда попробуем все поаккуратнее сделать. Табака есть, бутылки. В принципе она занимает место в трех этих, так что лучше того же бутылку взять. Как бы это удачнее доложить? Хотя это пока все без вариантов, да? Нет ничего на три клетки. Жалко, обидно. Ладно, поехали к каракулу. Хотя в принципе ничего обидного нет. Денег, завались. Но жаркость. Как тяжело быть жарным. Так, сейчас насколько помню он должен отправить нас включить какие-то усилители для него. на табакулу Удивников Все хорошо, хорошо. У нас теперь, кажется, три точки, к которым нам надо ехать. Задание. В поле идите вы нафиг. Так, основной у нас. Так, смотрим за задание каждого дома города. Это прямо рядом с тем городом. И вот это прямо рядом со мной. Значит, сначала поедем туда. Так, а так надо туда добраться проще. Ну-ка, посмотрим, что у нас здесь за место. Это, конечно, вообще не дорога, да? О, собачку нашел. Полный багаж. Но это все-таки с полным багажом. Стоило сначала ехать в город. А что у нас здесь? Что-нибудь бесполезное? А, ну да. А, подожди, я же его уже поднимал. А, ну да, 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 да. А, ну да, 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 да. И выполнили задание. Что-нибудь в этом у меня есть. Что у нас здесь есть? Но я не разработчик, так что... Потому что ты медленно за этим ходом ведешь. Так же, ну это накопирует будешь. Так, ладно, следующие два у нас возле города находятся. Так что там как раз можем распродаться, все сделать. Здесь прямо, здесь налево и на втором углу. Все, готовы? Смерть бандитам! Такие бандиты это роботы. Что-то интересное. Табачок. Просто поменялись. Так, подожди. А если мы посмотрим, посмотрим, посмотрим. Мы же можем посмотреть, что в городе. 13 тысяч за бутылки 6 тысяч. Ну, естественно, табак. Естественно. Мога даже сомневается. До него двое больше не попали. Так, надо без подключения доехать. Слышим. Давай. Миллион девяносто две тысячи, круто, а там даже 10 000 городов нет, модификации нет, как здесь вообще выживать? Поехали по заданию, вот он, кстати, стоит, а рядышком Вот и второй ремонтник принялся за работу Посмотрим, что здесь в поле Может, сюда надо что-нибудь Я не радушен Он сам катится быстрее, чем едет Если просто дать ему самому скатиться, он разгоняется быстрее, чем газ нажимаешь Газ нажимаешь, он, наоборот, скорость сбрасывает Так, ладно, 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 поехали к следующему Третий уже Человек Человек Я смотрю, вообще бессмертно В каких местах, наоборот, повыше Третий ремонтник готов Надеюсь, это поможет Оракулу вернуть память Чего тебя кидает? Чего, вообще ничего? Ну, обидно же Ну, надо было что-нибудь спрятать Так, ладно, давай пятижаним Ничего не так Давай печать поставлю Так, ладно, давай касяжаем Казах Чего-то съехать а чё было поехали-поехали короче сейчас на данный момент я хочу поменять морду кажется где-то то ли на экране загрузки то ли где показывал такая квадратная морда на неё сверху становится пушка или мы кажется или может даже в магазине видели тогда не взяли вот есть помощь то есть еще одно тоже глотка под пушку но тогда пушка будет только вперед стрелять на квадратная на кажется ну градусов на 270 кажется точно не уверен кажется должна полностью назад не поворачивается но спереди нормально полусерия работает ахахахахахахах стоять 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 так нам куда нам в вращу друидер хорошо 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 там уже друидер с артементом на яйца вот мне один раз удивило то что я не знаю не помню по долгих лет почему и с какой целью я ездил в на первую локацию где собственно южный где наше село которое сожгли я не помню зачем я там проезжал но я проезжал там на белазе и на белаз там были модификации хотя там даже в вот единственное что можно вен купить больше машин не продается но при этом на белаз были морды и задница что мешает морды и задницы собаке я как понимаю по сути сама машина это не ничто если полностью кабинная полностью вот кабина с рамой с колесами меняется и второе меняет полностью заднюю часть то есть по сути от самой машины не остается ничего но при этом ты должен купить именно саму машину в принципе как в россии с машинами можно купить машину вот как я не попадался человек он купил в старом кузове супру оформил на ней замену кузова поменял кузов с треть там кажется со второго или третьего на четвертый ну вот самый известный собственно кузов то есть он просто взял и поменял полностью машину и оформил документы как замена кузова документы остались от старой машины даже он не переоформлял двигатель хотя там стоял двигатель на 280 лошадей кажется или что-то в этом роде он документы на двигатель не переоформлял но переоформил кузов у него получилась новенькая машинка в документах 200 гобблин нет в документах у него 130 лошадей кажется было прописано как на старом кузове и на старом двигателе а машина совершенно другая то есть совершенно другая машина а документы а документы подходят просто заоформлена замена кузова и сам не ждал и сам не ждал и все я не ждал а не ждал Убидно. Так, 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 так. Давай без этого. Выпусти меня отсюда. Там, где текстур нету, проехать не могу. А сквозь текстуры нормально. В принципе, можно сейчас здесь спрашивать насчет морды. Мне нужна морда. Что, без здоровья? Очень красиво. Морда, морда, морда. На самом деле. Очень красиво. Убежим линию. Это все на парке относит в лучшую. Так что, ничего не значит. Так. Давай поспрашиваю. Убежим линию. И вот так, еще не может быть. Убежим линию. Убежим линию. Так, а куда вот эта дорога идёт? Давай посмотрим, куда идёт эта дорога. А, подожди, может, справиться с тела. Опа! Опа, подожди. Где же бандитские стояли? Да? Где же бандитские стояли? Прикольно. Так. Правда, туда съедим? Интересно, что там. Были там турели наши. А, вот бандитские стояли. Мне просто интересно, куда идёт эта гора. Вдруг там ещё не город есть? Причём я помню, что где-то в джунглях был город, к которому можно проехать через мосты. То есть там город такой на... не на островке, а на горке. Он на горке находится. Так, а здесь туда надо направо. И к нему два моста из двух сторон. Или один мост. Не помню. Давно это было. Так, 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 так. Не знаю, конечно, можно ли... Кажется, нельзя прохранить. А, вот, вот и мост. Видишь? 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 Грюжа мост есть. А вон там должен быть городок. Может, в нём что-то интересное будет? Будет ли вообще что-нибудь? А, вот. У него один мост и единственный подъезд. У него вообще ничего нету. Вообще ничего нету. Подстал. Так, если я не хочу ездить кругами. Так, вот тут у нас щели. Так, попробуем вылезти отсюда, например. Ну, нет. Да здравствует великая невидимая стена. Ах, ты же, блядь. О, встрял. А помните, что я говорил про морду и свеса на морде? Что расположены неудачно и можно застрять просто от того, что ты мордой упрёшься. Съеду и всё вокруг. Так, вот так. О-о-о, осторожно, осторожно. Осторожно. Спускайся. Хотя, почему-то по мини-карте здесь отмечена как будто вода. То есть по карте здесь синева. Воды здесь нет. Поехали. Поехали. Тогда я была еithа и ровной дороге. Ставим кumping вおeldinho. Ну, а мы туда это все верим. Давайте так обязательно ответим. Как приём. Мы ездили в самого没 все верят 2 части! На дороге Можно по дороге, можно и по дороге Мы его можем сейчас на прямую кузову ездить Город Здесь не переезжаем, здесь встретить можно Так Что у нас тут? Тут нитчика полезного Тут Уставка Уставка за 120 Морда 150 Можно Конечно, это полупровая Но У нее Третья не найдется Большой Третья Так сравнить Она от двух маленьких, где-то небольшая С другой стороны Посмотрим Сколько он хочет 75,13 У нас тут Это будет 6 Сейчас В половине где-то тысячи должно быть Может чуть больше В половине У этого У этого 60 У этого около 6 тысяч В половине 6 Получается 12,5 тысяч А тут у нас А, тут у нас получается А, мы почти все не жремы А, мы почти все не жремы А, подожди Где меньше? Тут получается больше 20 тысяч Где же Ну, то есть Ну, то есть Оно где-то устоило Давай сейчас посмотрим Снимем все улучшения И тогда посмотрим Что скажет Про Эта кабина Стоит она нам Того или нет Максимальная скорость Выше Где-то улучшение Мощный двигатель Выше Так, подожди Мне кажется, не шли Да, я не шли Снимаем Полностью Максимальная скорость Выше Мощность Выше Точность Выше Это Выше Ну, как бы Как бы Да Как бы Я не знаю Но все-таки Два Максима Они очень нехорошо Выручают Потому что У этого Большой Большой Пушки Будет, как его слона Лететь Скорее долго А у Максимов Как бы Быстро И по маленькому урону Как-то проще Накидывать Но С другой стороны Вот Почти вдвое Больше Мощность Ну вот Урон Керкесу На лучше Ну что Давай возьмем Максим На всякий случай Покал Сюда Ставлю Сюда Теперь Подожди У меня же еще улучшение Сейчас Экулятор Провел Хочу посмотреть Экулятор 15 17 15 16 Ну Практически 38000 Уронов В минуту Это Шикарно Так Мощность Мощность Плюс Управляемость Скорость Плюс Управляемость Скорость Плюс Мощность Управляемость Скорость Управляемость Вот это у нас мощность и управляемость, а мне нужна скорость. Скорость плюс 20. Вот так, конечно. Отлично. По характеристикам у нас максимальная скорость 174. Это уже даже выше, чем у Урала. Задница у нас ничего хорошего не продолжит. Вот так, мы опять чуть-чуть улучшаем. Посмотрим, что будет у нас разница. Мне кажется, вопрос попрошнее будет. Наша масса чуть выше просто. У меня, конечно, с деньгами проблем нету, но как бы слишком маленькая разница для того, чтобы заморачиваться с этим всем. Так что давай пока оставим так. Так, тогда-тогда у нас... Он идёт на ролик. Давай поменяем управление. Так, давай... Вы будете на единичку, а ты будешь на двое. То есть он у нас будет на... На правую кнопку. В общем, урон... 2300. То есть Урал я могу просто воин выстрелами выносить. А, ну у него, в принципе... В принципе, где-то 180 градусов есть. Ну ладно. Ну что... Мы мощные, но косые. Ох, как полетел. Смотри, как полетел. Подожди, я не заправился, что ли? На апельсиновую, да? Там же можно заправиться, надеюсь. Турельки. Здесь тоже свои турельки. Там по всей локации появились свои турели. Подожди, а может, управляемость как раз на скорость поворота колёс и будет влиять? Может, неуправляемость-то тоже надо было вкачивать? Так, что у нас тут? Ничего. Вообще, блин, жаски. Ну, заправляемся. Здесь у нас листа себе бухает. Да, конечно, в Мидгард выехали. Наливайка. Наливайка – хорошее прозвище. Есть работа? Бандиты, по твоему сути, стыд? Хе-хе-хе. Вот опять то, что я говорил, разница с деньгами. Деньги предлагают в зависимости от стоимости твоего имущества и твоих денег. Мне за каждого бандита предлагают 29 тысяч. За каждого бандита. Когда поначалу предлагали, ну сколько там? Ну, не помню, кажется. Ну, не помню, кажется. Ну, кажется, не меньше тысячи, но около тысячи было. Поначалу. Может и. Но все-таки. Но все-таки. Но вообще было. Ничего не стоило. Поехали тогда в следующую локацию. Сейчас нам, наверное, скажут, что и эту локацию надо на сквозь проезжать. Вообще не знаю, где у нас в Неберд находится. Я поэтому по глобальной карте в локациях не ориентируюсь. О! Заначка. Хотя на этой карте вряд ли что тут со мной будет. Как-то же тяжело не удалось здесь проехать. Давай посмотрим, что там заначка. Хе-хе. Да, я жадный. О! Там еще одна. Горючая. Ну так, для того момента, когда я сюда только первый раз подъезжал, здесь было бы совершенно неплохо так. Горючим прожиться. У меня есть горячая. Ладно. Смотрите, я мечтаю зажаваться. У нас тут еще по пути будет. Ох, сколько здесь населенных пунктов. Патаголий. Ничего нам не известно. Так, 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 так. Давай заедем в этот, как он у нас там, сель по пути. Какая классная трава. Чисто маскировочный вариант. Маскировочная трава. Классный мир. Маскировочная трава. Существует, что она везде и заворузилась, да? А не, здесь нормально. Я думаю, просто весь мир заворузил траву выше, чем надо. Сель, 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 это как раз тот, который за забором города, где я, собственно, первый раз Белас и увидел его в продаже. Как раз туда заехать и посмотреть, может там все-таки будет, там морда хорошая. Он также хорошо едет с этими улучшениями. Да, надо все-таки на управление тоже что-то покачивать. Найти, который будет на управление и на скорость по максимуму. Мощность я не вижу смысла выкачать. Выправиться. Что мне сразу перекрасили? Ну что, зима не. Куча моих. Вот морда нормальная. Ну вот такая же, как у меня, но кажется, это чуть-чуть поглубше. У нас, в принципе, на 15. Остальное все равно сильно изменяется. Управляемость мочной коры слои завершения. Короче, минус 2 к массе плюс 15 км, конечно. Мощность и минус 2 км там он уже валяется. Одинчик д rupe. У меня organize и отрываем Шабланиеasia. Работает ли скорострельность на скорость перезарядки? Всё-таки у меня оружие однозарядное, и скорострельность в роли не играет. Так, подожди, а в ту сторону хоть уехал? Конечно, не надо. То есть, вот, может, вот, 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 вот. Или опять стреляем, как всегда. Ну, а где все бандиты? У-у-у-у-у-у. В принципе, можно немножечко управлять в полёте машиной. То есть, если второй раз нажать газ, она будет немножечко морду поднимать. Если зажать задний ход, то морда будет немножечко вниз опускаться. Правда, это очень слабо работает, но работает. Есть шанс избежать лишнего урона. Это вот столько выбилось на загрузке. Так, ладно, поехали. Это мы на той локации? Нет, не на той. Конечно, туда. А что нет? Что бы нет? Немножечко сыпанулся, но все-таки. А, пленят. Бритель из меня так себе, если что. Так, здесь через город я переберусь. Там за горами подожди. Это что вообще такое? Остатки города, что ли? В принципе, по расположению, если это дороги, то должно, может быть. Вполне может быть. Да, вон, город разрушен. Так, поехали, поехали. Ну, я просто не вижу смыслов. Тратить вот это вот время, ехать по кругу. Тоже сколько времени я потрачу. А, у меня хорошая проходимость. Что бы. Что бы нет. Какое-то так. Сейчас. вот опять же видите маленькое дерево но из-за того что была большая скорость и урон неплохой нанесся то есть на хорошей скорости можно и об забору биться неважно на чём на время перезарядки это не влияет то есть надо искать улучшение которое будет на урон и на время перезарядки потому что с таким оружием скорострельность нидероли вообще не играет никакой так два километра два километра а ну в принципе мы на той локации где мидгард находится да я помню помню это место вон там нам снизу городок возле которого урал нам грандюлей пытался дать кстати вы заметили что никого нету ни одного бандита не попадается вообще мне прямо обидно у меня уже две миссии на охоту закончились а никто так и не попался вообще такой страшный боятся меня ну да я в принципе с одного выстрела могу эту турель снести так подожди это разве не мидер а не в мидер надо было а кем-то там возле мидер да так самое важное так самое важное тонус педня педня что меняется ой манечка у нас должны быть технологии вы же прогрессивный город ой ой один 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 вот это вот уже интереснее намного интереснее один это среднее оружие кстати помните я вам и говорил что когда в асгард ехали потому что есть оружие которое называется один вот так насчитаем его сколько 15 тысяч 15 тысяч урона 15 тысяч урона здесь у нас 10 тысяч урона так что смотри как бы как бы как бы как бы этот вариант намного лучше что полтора раза больше урона наносит и плюс он скорострель так что здесь вопрос уже не стоит и тогда можно максимум продавать потому что я вообще честно сказать я забыл о том что есть именно вот эти вот пушки так что мне бы второй найти конечно ну ладно давай это сделаем 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 так и вот так чтобы эти двое вместе впредали то есть а этот видишь неплохая вещь вообще так надо эту гору объехать поехали справа а эти двое у меня будет в разом стрелять тогда будет проще что эти можно постоянно целиться а этими надо наперёд стрелять да вообще по сути по сути было бы в идеале иметь оружие одинаковое потому что все оружие которое стреляет быстро или все оружие которое стреляет перед потому что у тебя прицел один стреляешь в одно мест да если стрельну но с другой стороны это более практично Что, например, вот как я могу сделать залп мощного противника, а смелко стреливаться уже со сладной пушкой. То есть у него урон, в принципе, даже больше будет, зато эти двое вынесут меня с одного выстрела. Так, о, я, кстати, сюда как-то заезжал. Так, Вин Дизель, Вендросель. Ну, по-любому, Вин Дизель был, да? Так, кто-то уже приезжал, чтобы купить диск и кардиоприятие, и тут оттуда. Ладно, поехали. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Поехали сюда, коротким путем, так сказать. Правильно, Вин Дизель? Как бы да, и как бы нет. Поехали. 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 Давай, 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 давай. Ой, молодец. Давай залез. Так, так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Ну, ладно, возвращаемся в Митберт. У вас, в случае, новая пушка не появилась, не? Хех. А вдруг? Ну, ладно. Ну, я надеюсь, что-то. что ты мне скажешь, есть работа. Ну, опять заходим на бандитов, которых здесь нет. Это... Лавхоз. Да ёпы. Человек был, но он поехал в другой город. Потому что здесь покупатель не нашёл. И нам опять... ехать в другую локацию. О! Мне запланирование целых 100 монет заплатили. Да. Я богат. Мне показалось. Я думал, что Один и поворачивается на средствах. Хотя, может быть, конечно. Но, кажется, у них у всех одна заданная скорость на поворот. Лавха, мы... Нет одного бандита. Тоже скучно. На такую махине сюда приехали. Может, их нет. Ну, поехали-поехали. 7 километров надо ошибись, конечно ладно, хоть по прямой хоть по асфальту поедем а не как всегда у нас тут крупные города есть да, вот он через через реку, которая идет там можно заехать спросить насчет запчастей на Белазик вот, и единственное, что он любит это вот вот эти вот разъезды туда, сюда спокойно катаешься, катаешься вот мостик, из-за него будет уже просто в городе прожать вот мостик, из-за него будет уже просто в городе прожать да, опять задание закончилось на охоту никого нет просто меня все боятся как бы стоишь так не очень удачно что я переехать могу так, давай так, давай нажимаем на второй раз отшельный мощный вот так слабенько, да не запида это стартовый мотоцикл в этом городе насколько ничего ничего интересного ничего интересного конечно, что туда не будет ну, как же после зеленых посимпатичнее да проехать через мост да, зеленые посимпатичнее ну, вообще я люблю зеленые так поехали поехали так что-то мне уже и этой скорости мало остановится ээээ, бандиты дайте мне хоть пушки опробовать можете сразу на Урале или на Белазе ехать даже на Белазе можете спокойно если, конечно, в один залп на Белазе делаю У меня сколько получается с улучшением? 2 300 и 1000 2 300 и 1000, да В лёгкую глаз, в один выстрел Сохранимся на всякий случай Ключи бывают разные, мы уже в этом убедились А, да, вот он город Здесь же рядом, кажется, должен быть домик, который я туда показывал Здесь, что-нибудь, где моя машина найдётся Да Так, так Кто, микро, микро Минь, его и запас Видишь, в чём иметь вот этих Минь, его и запас есть То есть, у них ограничено Так, у меня был запасы нет Ну, конечно Так что, это хорошо Ну, всё И филипп у нас Так, ладно Старо-старо Но, в общем, ничего Рабочий Это, типа, я спрашивал дрова на север Ничего не понял, но спасибо Так, ладно Ладно, ладно, ладно Давайте тогда Тогда, тогда На этом закончим серию Потому что она уже довольно-таки длинная получается Всем большое спасибо за просмотр С вами был Зовчик До встречи в следующих сериях Субтитры сделал DimaTorzok